Конечно, это очень важно. В регионе появится современное, по современным стандартам спроектированное учреждение со всей необходимой функциональной структурой. Это и новые операционные, это новые кабинеты для врачей, это новая вся инженерная коммуникация. Дело в том, что без этого невозможно создание всего внутреннего и климата необходимого, и всей логистики в учреждении. Да и в первую очередь, это, конечно же, удобные условия для пациентов, в первую очередь, главное, ну и, конечно же, это удобные и комфортные условия для врачей. Все это создает комплекс необходимых условий для того, чтобы вся онкологическая служба в регионе, конечно, вышла на новый уровень. Это мировой стандарт. Так сейчас необходимо делать везде, и замечательно, что это в скором времени будет реализовано. Мы уже видим, что проект, в общем-то, такой в заключительной стадии реализации, и скоро и пациенты, и врачи получат новое здание. Вы упомянули онкологическую службу региона. Можете ли вы дать какую-то оценку ее работе на сегодняшний день по тому, что вам удалось узнать? Могу сказать, что в регионе работает слаженная команда онкологов. Это видно и по показателям. Последние два года мы наблюдаем выполнение всех показателей, которые Министерство здравоохранения ставит перед региональной онкологией. Это признак того, что собрана команда профессионалов, которые слаженно работают. Это главное. Ну а с появлением необходимых условий эта работа выйдет на новый уровень. И еще один вопрос. Когда заработает центр, будете ли вы как-то помогать и курировать свою работу? Обязательно мы будем постоянно взаимодействовать. Мы будем делиться своим опытом, рассказывать о своих наработках. Но я уверен, что в таких условиях у наших коллег появится новый опыт, который будет необходим нам. Я думаю, что это будет связь двусторонняя, полезная всем нам. И именно такая коллективная постоянно работа и приведет к новым результатам.